Всем привет! Я рада приветствовать вас во второй части Копания в моем мусоре, а именно в обзоре пустых баночек. У меня уже была первая часть этого видео, если вы его пропустили, можете посмотреть на него у меня на канале. Если вы его видели или если вам вдруг неинтересна первая часть, а интересно, что же я припасла на самый последок, то оставайтесь, у меня здесь достаточно много всего, в общем-то мы с вами здесь задержимся. Первое, что мне здесь попадается под руку, это шампунь от Брелил. Это была серия с гиалуроновой кислотой. Я попробовала сначала маленькую баночку, она мне настолько понравилась, что я потом купила эту профессиональную такую большую водью. Профессиональная такая вот банка, мне показалось, что там качество шампуня хуже. Поэтому, если вам нужен очень хорошо увлажняющий шампунь для сухих-сухих-сухих волос, то я вам рекомендую вот такие вот маленькие баночки покупать, потому что, не знаю, может это паранойя, но мне кажется, что в маленьких баночках лучше качество. Дальше мне тут попадается несколько вариантов мыла для рук. Это мыло для рук жидкая земляника, а нет, ароматная земляника, жидкое мыло ароматная земляника. Обожаю просто этот запах в Фаберлике. У них сейчас вышла целая линейка с этим запахом. Это настолько классный аромат, и не вот эта конкретно серия очень правдоподобно пахнет, по-другому и не скажешь. Вот очень приятный, нехимозный такой аромат. И второе у меня мыло для кухни, устраняющее запах. Я держу его на кухне, очень классно им пользоваться, когда нужно, не знаю, после чеснока там помыть руки или после сырого мяса. В общем-то, для этих целей отлично подходит. Также у меня здесь завалялось бальзам для окрашенных и поврежденных волос от Натура Сиберика. Ой, давненько я уже не пользовалась Натурой Сиберикой. У меня очень долгое время стояло это средство в ванной. Я пробовала агитировать своего мужа, чтобы он уже добивал эти средства. Потому что я пользовалась уже Брелил или чем-то другим. Потому что для меня это уже недостаточно увлажняющая серия. У меня очень сухие волосы из-за постоянных окрашиваний. И вообще из-за того, что я их постоянно укладываю какими-то горячими средствами. В общем-то, для меня это уже недостаточно крутая серия. Но я одно время пользовалась Натурой Сиберикой довольно долго. И если вам не требуется такое просто мега увлажнение, то вполне можно попробовать очень неплохие варианты. Выкидываю практически полное средство от Michael Todd. Это скраб, который называется Tropical Fruit. Мне этот скраб не подошел. Он неплохой, он хорошо скрабит, вернее скрабирует лицо. Но проблема заключается в том, что он немножко такой вот жирноватый. Как будто в нем какое-то масло добавили, которое у меня вызывает какую-то не очень хорошую реакцию на лице. Бывает иногда обсыпает прыщами после него. Поэтому мне он не подошел, к сожалению. Поэтому практически полно его выбрасываю. Очень жаль, потому что он идет сейчас в составе набора для комбинированной кожи. И весь этот набор, за исключением вот этого скраба и крема под глаза, мне в принципе полностью нравится, полностью подходит. Сыворотка, которую я в первой части видео показывала, антиокс, это вообще такое средство, которому я готова поклоняться, наверное, еще очень-очень долго. Но этот скраб как-то вообще не пошел. Также я здесь нашла C&D Shellac базовое покрытие. Закончилось оно у меня, я там все практически до последнего уже добила. Я пользуюсь только гель-лаками. У меня сейчас тоже гель-лак на ногтях. И регулярно заказываю. Мне вот такого одного бутылечка хватает где-то на год, наверное. Очень рекомендую вам гелевые лаки, если вы не любите каждые два дня перекрашивать ногти. Реально я маникюр делаю раз в две недели, и мне вот так вот хватает. Выкидываю еще тоже практически полное средство. Это Фаберлик Несмываемый Экспресс Кондиционер. Мгновенно увлажняет волосы, действует как нументальный антистатик, заметно облегчает расчесывание. Обещания здесь очень крутые. Это такое двухфазное средство, то есть оно сначала выглядит вот так вот, а потом его достаточно несколько раз уболтнуть, и оно приобретает такой однородный оттенок. Для меня это средство не подошло, потому что оно очень сильно жирнит, как-то исклеивает мне волосы. Я даже буквально вот совсем-совсем чуть-чуть его наношу на корни волос, и при том, при всем, какие у меня волосы сухие, все равно оно как-то начинает такими весюльками быть. Поэтому мне это не понравилось, я им не пользовалась практически. Вот буквально чуть-чуть попробовала, там разные варианты, как им можно пользоваться. Ни один из них не подошел, поэтому, к сожалению, выбрасываю. Кислородное сияние Airstream мицеллярный лосьон. Этими штуками я снимаю макияж с лица. Для глаз мне, к сожалению, тоже это средство не подходит, потому что у меня глаза пекут от него, но для лица отлично смывает макияж быстро, хорошо, качественно смывает, поэтому беру постоянно для лица. Вот это средство попалось мне в какой-то бьюти-коробочке, по-моему, Viva Beauty Box, если я не ошибаюсь. Это такое средство от Stix 3 в 1. То есть это как мыло для интимной гигиены, так и гель для душа, так и еще там что-то, я не помню что. Но, в общем-то, средство такое все в одном. Очень неплохое было средство, я помню, давненько я им пользовалась уже. Запах у него довольно такой резкий, травянистый. Не каждому наверняка понравится, но, тем не менее, средство очень было неплохое. И также от Stix мне безумно просто понравилось вот это вот молочко от Загара SPF 15. Вроде бы казалось SPF 15 всего, но оно настолько круто работает, вот с этим средством я вообще ни разу не сгорала на солнце. Независимо от того, насколько яркое было солнце, я бывала даже в обед, такой в конкретную жару, ходила на пляж и мазалась этим кремом, вообще ни разу не сгорела. Очень-очень классно. И пахнет оно, ой, пахнет оно тоже очень приятно, таким каким-то кокосовым запахом тропическим. Очень-очень классное средство. Я думаю, наступит лето, буду искать его, потому что очень классно. Очень сильно я разочаровалась в серии Faberlic корректоров. Я не знаю, я купила себе несколько оттенков, вот конкретно это белый и такой вот как бежевый. Я вообще не поняла, что они делают, потому что когда их наносишь, они вообще ничего не делают, то есть их вообще не видно. Если этот бежевый хотя бы создает такой легкое-легкое, такой вот как более увлажненный эффект, то белый, он вообще просто абсолютно прозрачный. Вот я его сейчас нанесу, чтобы вы видели. Вот, ну вообще абсолютно прозрачный. Я не поняла конкретно, что они делают, потому что в моем понимании корректоры, это все-таки цветные такие базы, которые корректируют за счет оттенка. То есть там, к примеру, с зеленым потоном или зеленые базы корректируют красноту и так далее, и тому подобное. То есть по этой схеме работают. Эти я вообще не поняла, что делают. Они имеют такую вот силиконовую как бы основу, поэтому я не знаю, что конкретно Faberlic имел в виду с этими корректорами, но я их вообще не поняла. Еще один дезодрант-антипроспирант, этот с экстрактами альпийских трав. По-моему, этот запах. Ой, да, вот этот запах мне очень нравится. Он такой вот действительно свежий, альпийский, не морозный такой вот, не мятный запах, а именно такой вот как свежей травы, что ли, запах. Такой вот очень-очень приятный. Мне понравился этот антипроспирант. Также у меня здесь закончился клей для ресниц. Я довольно часто пользуюсь клеем для ресниц. Ну, вот сейчас у меня тоже ресницы наклеены. Вернее, он у меня даже не закончился, он скорее испортился, потому что у меня в один момент начали очень сильно печь глаза от его использования, и я поняла, что его пора менять. Еще одно средство, которым я практически не пользовалась, тоже от Faberlic, это эликсир для волос с маслом Амлы. Опять-таки для меня это слишком какое-то жирнящее средство. Я им пользовалась по типу, как и Марокко Нойл маслом, по типу, как Керастаз маслом, но что-то как-то у меня волосы с ним не подружились. Опять-таки склеиваются в сосульки, очень быстро жирнятся. Не понравилось это средство, я им не пользуюсь. Также здесь у меня закончилось две очень классных подводки. Это тоже Faberlic. Первый номер, сейчас скажу вам, 5401, это темно-синяя металлическая подводка, я ее обожаю, просто, особенно весна, лето, это вообще, это супер просто цвет, классно выглядит, я с ней уже делала несколько макияжей, если не забуду, оставлю вам ссылку на нее, очень-очень классная подводка, круто выглядит, именно цвет тоже классный. И еще тоже я закончилась, у меня подводка 5432, это жидкая подводка, я эту серию просто обожаю вообще. Конкретно это коричневый оттенок, и это именно правильный коричневый оттенок, такой темно-темно-коричневый, матовый, очень красиво выглядит. Сейчас они тоже исправили, у меня здесь вот эта серия старая, она с таким вот фетровым аппликатором, вот эта подводка с фетровым аппликатором мне нравилась намного меньше, сейчас эта подводка вообще идеальная, постоянно я ей пользуюсь. Также у меня здесь, я смотрю, несколько пробников туши разных, попробовала я MAC False Lashes Extreme Black, я не знаю, на кого рассчитан этот пробник, но этот пробник мне пришел уже абсолютно сухой, то есть эта щеточка вообще не набирает тушь, если я достаю, я еще вижу на кончике, здесь вот такой вот немножко есть туши, то конкретно на самой щеточке вообще туши нет, поэтому я даже не смогла ее распробовать. Еще тоже попробовала двушку такую от Dior, это называется Dior Show Iconic, и состоит она из двух частей, первая это белая база, которая как бы должна создавать больший объем, после этого вы наносите обычную как бы черную тушь, опять-таки проблема та же, я вообще не распробовала ни одно, ни второе средство, потому что кажется вроде как бы даже достаешь и еще видно средство, но на ресницы оно вообще не переносится, поэтому мне даже не могу сказать, что не понравилось, я просто даже не смогла ими попользоваться. Вот этот пробник Dior Show я все-таки им смогла попользоваться, здесь огромная просто кисточка, вот по сравнению с глазом, просто огромная, но вот эта вот мне понравилась, делает красивые реснички, конечно вот из такого вот мини-пини-тюбика ничего не разберешь толком, полноценная версия, я знаю, что это огромный бестселлер, очень много последователей у этой туши, но я не могу сказать, что я ее распробовала, и она мне настолько прям понравилась, чтобы бежать ее покупать. Полноценная тушь у меня закончилась от GOSH, Crazy Volume Mascara, этой тушью я долго пользовалась, долго ее добивала, очень неплохая такая бюджетная тушь, не могу сказать, что мой фаворит, ну так где-то между 3 и 4, 3 с плюсом, наверное, я бы ей поставила. Выкидываю практически полное масло от Natura Siberica, это Bliphyha серия, Bliphyha комплекс масел, во-первых, оно жутко воняет, мне вообще, да, запах мне вообще не нравится у этого масла, во-вторых, опять-таки, та же проблема, как-то он склеивает волосы, ничего позитивного это масло для моих волос не сделало, я старалась по-разному, старалась добавлять его совсем-совсем, буквально капельку, то побольше, то поменьше, то добавляла в другие какие-то средства, в общем-то, эффект один и тот же, волосы сразу быстро от него жарнятся мои, поэтому нет. Последние 2 средства уже в моем пакетике, это размягчающий крем-компресс для ног от Faberlic, опять-таки, я его практически полным выбрасываю, не подошло мне это средство, вернее, оно неплохо работает, но слишком долго впитывается, я ненавижу просто ждать долго, пока впитается крем для ног, вот для меня это вообще, это просто какое-то жуть, поэтому я им не пользуюсь и выбрасываю. И последнее, что покажу вам, это маленький вот такой вот пробничек крема Kate Somerville, Kate Somerville это достаточно дорогая, дорогая, уходовая марка, и я очень была рада даже вот такому вот маленькому сэмплу, который мне попался с каким-то моим заказом, это называется крем Retosphere с ретинолом, и вот это было мое первое знакомство с ретинолом, и я поняла, что да, ретинол это, конечно, крутая сила в плане антиэйдж, потому что ретинол на данный момент это, по-моему, единственный ингредиент, который реально научно доказан, и что он способен разглаживать морщины. Ретинол, конкретно, который разрешен в кремах, он очень низкий там процент, и сильно большого эффекта он не делает, но если у косметолога взять именно рецепт, она может выписать рецепт на средства с ретиноидами, а ретиноиды это уже очень сильные, действенные такие вот средства, которые реально могут решить проблему с морщинами. Ретинол это, грубо говоря, один из форм витамина А, очень-очень круто работают, даже вот кремики с маленьким содержанием ретинола на моих конкретно проблемах, первых, очень круто работают, поэтому после этого средства я очень сильно зауважала уход с ретинолом, и сейчас вот стараюсь этот ингредиент выискивать в разных кремах и выбирать что-то такое для себя. Ну вот и все, разобрались мы с вами с моими пустыми баночками, у меня руки все грязные от этого мусора, ну, наконец-то я смогу это все выбросить и уже начать собирать для вас новые пустые баночки. Если вам понравилось это видео, не забудьте, конечно же, поставить палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы не видели первую часть, переходите сейчас, посмотрите первую часть, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня я хочу вам показать свой вариант куриного кебаба, это, естественно, будет ПП-шный рецепт, рецепт, честно вам признаюсь, просто пальчики оближешь, поэтому давайте приступать, сейчас покажу вам, что понадобится для того, чтобы его сделать. Я добавила ресницы, и макияж на этом полностью завершен. Обязательно продолжайте смотреть, для того, чтобы узнать, что я использовала на основном лице для дополнения этого макияжа.